Всем дизайн! Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат, и сегодня мы разберем, как подобрать интерьер по гороскопу. Периодически разные интерьерные порталы и журналы публикуют статьи на тему астрологии, и пишут там что-то вроде львам, желательно бы селиться где-нибудь за городом, но еще лучше, если у них будет и загородное жилье, и жилье в черте города. Сейчас, наверное, каждый себя почувствовал львом. И львам нельзя подниматься выше пятого этажа, потому что если они покупают квартиру выше пятого этажа, то они попадают под власть воздуха, это дестабилизирует их внутренний огонь, и они становятся очень неуравновешенными. Сейчас логично подумать, что львам у воды селиться тоже нельзя, потому что, согласно ранее сказанной логике, вода будет тушить их внутренний огонь, и они, скорее всего, будут терять энергию и впадать в уныние. Но автор вот, например, вот этой статьи, которую я частично цитирую, утверждает, что наоборот, нет, вот вода как раз львов по какой-то причине особой астрологической успокаивает и настраивает на отдых. Но прежде чем раскрыть свое истинное отношение к интерьерам по гороскопу, я хотела бы вам сперва рассказать о своих взаимоотношениях с астрологией. Несколько лет назад я увлеклась чтением гороскопов и была очень увлечена нахождением астрологических характеристик и их соответствием со своими окружающими меня на тот момент людьми. Мне все это казалось очень занимательным и даже похожим на правду, и я решила копнуть глубже. Простое описание знаков зодиака меня уже не устраивало, и я начала смотреть на натальные карты, на планеты в знаках, начала изучать значение аспектов этих планет, влияние ретроградных планет, начала смотреть на планеты в домах натальной карты, куспиды, экзальтации, вау, какие сложные интересные термины, как там все закручено. Но чем глубже я погружалась в эту сферу, тем больше я видела несоответствий. Например, по одной системе расчеток у спидов домов асцендент возникал в близнеце, а по другой в тельце. Что? Вы тут как бы претендуете на точность и решаете судьбу людей, а у вас внутри такие неразберихи? Я начала подозревать, что все как-то не очень однозначно в этой астрологии. С углублением я начала находить все больше и больше несоответствий, и во мне начало проспаться критическое мышление. Я уже видела очень много недочетов, я видела очень много притянутого за уши. Я видела, что эта наука, в принципе, ни на что не опирается, у нее нет дна, и она оперирует только собственными спутанными терминами. И когда я это заподозрила, я задумалась, а не изучал ли кто-то астрологию с научным подходом? Интересно, что они бы сказали. Оказалось, изучали, изучали многократно, даже проводили многолетние эксперименты, где брали людей, которые родились в одном и том же роддоме, в одно и то же время, и отслеживали их судьбы на протяжении многих-многих лет. И тем самым доказывали, что астрология не работает. Также проводили большое количество других экспериментов, которые точно так же закончились провалом. Оставила несколько ссылок в описании, ну и вы сами можете загуглить по запросу научная критика астрологии, Google кишит информации на эту тему. Тут еще и НАСА подоспела со своим разоблачающим заявлением, что все расчеты астрологов надо пересматривать, что есть 13-й знак зодиака, что недвижимые небесные светила с момента создания астрологии ее системы сдвинулись примерно градусов на 30, поэтому большая часть львов уже давным-давно раки, большая часть овнов уже давным-давно рыбы, а знак скорпиона вообще уже не торт. Проверить свой настоящий знак зодиака вы можете по ссылочке в описании к этому ролику, но внимание тем, кто выбирал себе мужа или жену по гороскопу, подумайте дважды, прежде чем проверять свой настоящий знак, потому что с этого момента вы можете не подходить друг к другу. В общем, с того момента я в астрологию больше не верю, а в нее можно только верить, потому что ученым не удалось установить никаких корреляций между астрологией и реальной жизнью людей, и предлагаю вам критически на нее взглянуть. По поводу интерьеров по гороскопу это точно такая же надуманная примерность, и влияние цвета на человеческую психику более доказано, чем то, что львам нужно жить не выше пятого этажа, а рыбам красить стены в красный цвет. Но интересен вопрос, почему вы в принципе можете захотеть изучать подобные статьи и прислушиваться, как кто-то, не зная вас, советует вам, каким цветом вам нужно красить стены и на каком этаже покупать квартиру. Вот здесь давайте копнем поглубже. Самое сложное в нашей жизни это принятие решений. На взвешивание всяких «за» и «против» уходит очень много нашей энергии. И в ситуации, когда нам необходимо принимать очень много решений, допустим, в ситуации ремонта, мы очень быстро истощаемся. Истощаемся именно от принятия этих самых решений, а не от того, что мы сами таскаем мешки с первого этажа на пятый. Понимая это, люди и нанимают себе компетентных специалистов, которые взвесят все «за» и «против» и предложат оптимальное решение с учетом профессиональных знаний и навыков, которые, кстати, имеют объективную базу или инженерные расчеты. Снимая с клиента муки выбора. Даже слово такое «муки выбора». Вот обратите внимание на наш великий и могучий русский язык. Он нам дает подсказку и помогает тоньше чувствовать все эти нюансы происходящего. Когда выбирать становится невыносимо тяжело и мучительно, у нас есть три алгоритма действия. Первое. Формируется отказ от принятия решений. Вот это вот «я не хочу ничего решать, я хочу платье» — это как раз из этой серии. «Все, хватит с меня решений, я ничего больше принимать не буду». Второе. Человек может утверждать первое, что в голову взбрело, особенно не анализируя все аспекты, плюсы и минусы этого решения. И третья ситуация, когда человек хочет снять с себя ответственность и переложить его на кого-то другого. И здесь, возможно, эскалация конфликта. Например, что-нибудь из серии «Сами наворотили, сами и думайте, как это решать». Либо происходит поиск авторитета, которому человек мог бы довериться и который может принять решение за него. Довериться же астрологии или другой псевдонауке очень легко, потому что существует эффект Барнума. Все, что, во-первых, написано специально для нас, в данном случае, это для нашего знака Зодиака. Второе. То, что имеет авторитет. Третье. И то, что имеет в целом позитивный контекст, воспринимается за правду. И если возникает ситуация, что человек, уставший от принятия решения, не может отказаться принимать это решение, не хочет принимать первое то, что в голову взбрело, он ищет авторитета. И этим авторитетом вполне может оказаться астрология, потому что если что-то написано для твоего знака Зодиака, то возникает иллюзия, что эта рекомендация создана специально для тебя, и именно тебе нужно красить стены в красный цвет. Вы представляете себе этот персонализированный совет, где примерно 1-12 населения планеты надо красить стены в красный цвет? Не попадайтесь в эту ловушку мышления. Осознавайте собственные потребности, и если у вас все-таки есть усталость от принятия решений, лучше дать себе немножко отдыха. С вами была Наталья Шелковская, была Овном. После открытия НАСА стала рыбами, а после детального изучения астрологии перестала навешивать ярлыки на свою никем не познанную личность. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, и вы смогли посмотреть на ситуацию с другой стороны. Подписывайтесь на мой канал и на инстаграм, если еще этого не сделали. До новых встреч! Всем дизайн! Субтитры сделал DimaTorzok